Софья, что такое Apple практика и как вы ассоциируете продукты Apple с корпоративным сегментом? Начать надо с истории. Компания Softline исторически давно уже не ассоциирует себя с классическим интеграторским бизнесом и не позиционирует себя как интегратор. На сегодня Softline – сервис-провайдер. Мы часто слышим такие формулировки, как бигдата, цифровая трансформация бизнеса, но немногие до конца погружаются в бизнес-процессы, связанные как раз с бигдатой, с большими данными из цифровой трансформации. Так вот, наверное, года четыре назад компания Softline задумывалась о том, что же такое цифровая трансформация и с чего она начинается. Изучая эти сценарии, связанные как раз с цифровизацией бизнеса, коллеги пришли к тому, что цифровизация любого бизнеса, прошу прощения за тавтологию, начинается с человека, с любого сотрудника, работающего в той или иной компании. Это может быть бухгалтер, это может быть экспедитор, это может быть водитель транспортной компании, который выходит в рейс. И вот изучая задачи этих людей в офисе или где-то в поле, как мы привыкли говорить, компания Softline поняла, что нужно оцифровать их задачи, их бизнес-процессы. И, как это, самым простым выходом они поняли, что будет предоставление в руки этих людей самого надежного девайса, самого надежного устройства, самого защищенного. И тогда было принято решение о том, что этим устройством будет Apple. Собственно, 4 года назад в компании Softline появилась команда Apple практики, которая сегодня трансформирует классическое представление корпоративных клиентов о том, что Apple – это просто устройство. Потому что, на самом деле, это очень большая экосистема, которая помогает закрывать огромное количество задач клиентов. И вы ее интегрируете в инфраструктуру заказчика, правильно? Да, полностью. От и до. То есть, если раскрывать тему немножечко шире, то у нас есть два инструмента основных, которые мы так назвали – ААП и ААС. ААП – это Apple as a Platform. Apple as a Platform – это готовое под ключ индустриальное решение для клиента. То есть, это может быть мобильное рабочее место менеджера банка или мобильное рабочее место сотрудника, работающего в страховой компании. Это может быть мобильное рабочее место консультанта в зале магазина, фэшн или фуд, не имеет значения. Это может быть мобильное рабочее место сотрудника склада. То есть, это же не просто устройство. Это устройство, у которого есть какое-то дополнительное оборудование, на котором установлена разработанная платформа. Это устройство должно управляться централизованной компанией с точки зрения всех политик конфиденциальности данных, как коммерческих, так и персональных данных клиентов данных компаний. Вот от и до, от проектирования, до внедрения, до обслуживания – это все Apple as a Platform. А Apple as a Service, так называемая AS, это те самые инструменты, которые помогают нам внедрять бесшовно и экономически выгодно все это для клиента. Экономически выгодно – что это значит? Это значит, что мы можем изначально поставить оборудование нашему клиенту в лизинг, например, поставить его с расширенной гарантией, с продлением гарантий, поставить это оборудование с точки зрения именно hardware составляющей, с страхованием этих устройств. Все это поставляется с внедрением, да, с точки зрения MDM. И далее, когда заканчивается жизненный цикл этого оборудования, три года, да, мы это называем, этот сервис в целом Life Cycle Management by Softline, да, мы полностью парк устройств обновляем. Это может быть услуга по трейдину, может быть услуга по утилизации, все зависит от того, какой парк и насколько устарели эти устройства. То есть это полный жизненный цикл обслуживания мобильных устройств наших клиентов. Ну, раз уж мы сегодня на ритейлтех находимся, то какие решения специализированы для ритейла? Есть, что вы внедряли? Поделитесь, если можно, с примерами, прям как, где, что работает. Ну, я честно скажу, что примеров открытых мы пока не согласовали. У нас есть на согласовании ряд пресс-релизов, и мы обязательно ими поделимся, потому что это внедряется, и оно действительно есть. Ритейл, наверное, самая интересная для нас индустрия, потому что это та индустрия, в которой мобилизация, уход от бумажного документа оборота развит настолько широко и столько сценариев применения, сколько нет ни в одной другой индустрии. То есть если мы возьмем там банковский сектор, образование, промышленность, любое производство, сельское хозяйство, там нет такого количества сценариев, сколько в ритейле, потому что там есть и логистические процессы, и процесс продажи, и процесс учета, причем оперативного. И самое интересное, что скорость обработки и передачи информации в любом ритейле, она должна быть молниеносной. То есть тот же процесс переоценки товара в зале, он, ну, как бы довольно важен с точки зрения того, что ценник, который человек видит на стенде, да, на прилавке, он должен совпадать с тем, что уже есть в системе у кассиры, сколько, как часто мы, да, видим, что не совпадают цены, и начинаются выяснения отношений в магазинах. Так вот, iOS-устройства с дополнительными чехлами, со сканерами, с читателями, с штрих-кодов, это те самые универсальные устройства, которые помогают вести учет товара, его переоценку, принимать поставки, отгружать поставки и даже принимать оплаты на месте. Почему iOS? Потому что это безопасно, потому что это универсальная платформа, потому что у IT-департамента, уважаемых наших клиентов, нет никаких проблем с управлением, и снимается, наверное, одна из самых таких больших головных болей, как мы говорим, iOS с точки зрения операционной системы. Это операционная система, которая централизована в один момент, в день релиза предлагает себя обновить. И IT-департаменту нашего клиента нет необходимости за этим следить. Мало того, что он управляет настройками конфиденциальности использования приложений на самих устройствах, благодаря таким решениям, например, MDM, как Jamf. Это iOS-соунли-платформа, самая популярная в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Так вот, централизованное обновление платформы вместе с тем обновление этих приложений, которые используются, она уникальна, потому что на других устройствах IT-департаменту нужно все время следить, чтобы была одна и та же версия прошивки, потому что от этого зависит та версия приложения, которую они используют, даже пусть тот же 1С. А если сейчас предположить, что, допустим, кто-то смотрит наше интервью, кто не был здесь, а вот где-то можно человеку, который, не знаю, бизнесмену, который заинтересовался, прийти, потрогать, посмотреть, понять, надо или нет? Конечно, конечно. Мы с радостью проводим пилоты, это первый момент. У нас довольно широкий парк демо-оборудования. Есть наши контакты, есть прекрасный сайт apple.softline.ru, уникальный сайт наш. Его уникальность в том, что, по сути, мы же являемся единственным в России энтерпрайз-реселлером, и именно у нас есть возможность с apple.ru сделать свой сайт. Там представлены все наши сервисы и все наши индустриальные сценарии внедрений. Там есть все наши контакты, есть форма обратной связи. Всегда, в конце концов, можно написать или позвонить мне. Спасибо. Спасибо.